Старинное здание. Ну, очень, может быть, здесь не подходит слово. Здесь сейчас находится гостиница Европа. Это центр города. Я тут выросла. Около этого здания я играла со своими подружками. И вот сейчас покажу вам, что прямо рядом находится Вермания Дарс, то есть парк, Верманский парк. Вот ещё трамвай. Здесь, в Риге, на улице Альфреда Калнина, это маленькая улица, один квартал длиной, находится Медус Вейклс, медовый магазин. И вот давайте зайдём и посмотрим, что тут есть. Посмотрите, здесь какая масса изделий. И всё это изделия, которые так или иначе связаны с мёдом. Я уже тут покупаю несколько очень интересных вещей. Первая вещь. Это что у нас? Вот это что, пропусепт? Для губ. Ага. Это бальзам для губ. Он содержит мёд. Ещё какие-то тут натуральные. На основе воска. На основе масла. Оливковое, облепиховое и прополис. Значит, прополис, облепиховое масло, оливковое масло. В общем, очень хорошо, лечебно для губ. И мне посоветовала этот магазин и это средство, моя знакомая, которая уже попользовалась и сказала, что буквально заживила ей трещинку на губе вот это средство. Вот ещё такая мазь, называется рота. Она содержит, что она содержит? Прополис, мумиё и какое? Облепиховое масло. И оно от любого воспаления, и даже от псориаза, и даже от пролежней. И это что такое? Клиндериты? Это основе воска, экстракт календулы из прополис. Тоже для рук, для ног, от вируса герпеса на губе заживляют разные царапинки, укусы. Заживляет всё на свете, короче говоря, от герпеса, от любых ранок. И это прополис, это клиндериши, это календулы, экстракт и что-то ещё тут, да? Основа воск. И основа воск, то есть всё это работа пчёл, короче говоря. Тут продаётся цветочная пыльца, конечно, продаётся и мёд, само собой. Пчёлы себе на зиму собирают пыльцу, консервируют и получается пергамчик. Пчелиный хлеб, ничего себе! Я даже не знала, что такой продукт есть. Век живи, век учись. Но тут пчелиный воск с мёдом. Ой, как я это люблю! Это мёд с цветочной пыльцой, там с пчелиным маточным молочком, там пыльцой прополисом. А вот это экстракт. И опять на ягодах, на фруктах наставленный мёд. Магазин, если бы вы ещё могли почувствовать этот запах необыкновенный, который в этом магазине. Просто, мне кажется, даже воздух здесь лечебный, честно. В общем, если кто-то будет в Риге, очень рекомендую восковые свечи разной формы. Вот такие вот восковые свечки разной формы. Это свечки. Это свечки. Я нахожусь в Вермонтском парке. Вернее, это Вермонтский сад, если правильно перевести. Погода замечательная. Вон люди на лужайке отдыхают. Парк находится в самом центре города. Один из моих любимых парков. Тут детская площадка. Тут можно машинки, лошадки взять. Всякие. Покататься. Тут эстрада. Находится, которая, наверное, сто лет, а то и больше. И вот этот вот фонтан. Вот сколько себя помню. Столько я помню этот фонтан. Очень старый. Вот фонтан с другой стороны. Вот такая красота. Сплошные розы. И вот два льва. Которые тоже тут давным-давно. Посмотрим, что здесь. Вот этот обелиск, который мы видим, был установлен в 1829 году в память об Анне Вертруде Верман, основательнице этого парка. Она умерла в 1827 году и через два года установили этот памятник. Но то, что мы видим сейчас, это копия. Его восстановили. В советские годы этого памятника не было. Вот то, что мы видим сзади, за этим обелиском, это ресторанчик. Он называется библиотека номер один. Вон там идет человек издали. Посмотрите, видите? Вон там дядька идет в шапке. К людям подходит, пристает. Так вот этот человек, он сейчас подошел ко мне и говорит, «Как вы думаете, будет такое время, когда люди не будут болеть?» Я говорю, «Нет, не будет». Он говорит, «А у меня есть информация об этом, не хотите?» Я говорю, «Нет, не надо». Пошел приставать к другим. Это что же? Там кто-то у него уже что-то берет, что ли? Это посмотри. Вот так он ко всем сейчас по очереди подходит и предлагает информацию свою о том, что люди не будут болеть. Ладно, сижу, любуюсь на розы. Розы пахнут замечательно. У них такой запах, настоящая ароматотерапия. Хочу поправить сама себя. Мне сказали, что ароматотерапия – это неправильно. Надо говорить ароматерапия. Ну ладно, значит, ароматерапия. Розы пахнут просто пронзительно. Не всегда розы так пахнут. Изумительно просто. Не хочется отсюда уходить. Вот засела и сижу. Вот я вышла из парка. И прямо рядом с парком тут целый ряд киосков, где продаются, как-то я уже показывала, где продаются цветы. И он тянется довольно далеко, до следующего угла. Вот если кого интересует, посмотрите. Каких только цветов здесь нет. Вот это все цветы. И там дальше тоже, по-моему, должно быть. Вот это все цветы. И там дальше тоже цветы. Я туда не иду, мне туда просто не нужно. Но вот до конца, до конца улицы. Вот это здание, мимо которого я сейчас прохожу, это Верховный суд. А напротив православный кафедральный собор, который я, по-моему, десятки раз уже показывала. Красивый очень просто. И парк, который рядом с ним, называется Эспланада. Сейчас иду на троллейбус. Переходим. Здесь нельзя переходить, но я до угла не пойду, мне лень. А пойду прямо на остановку. Нарушаю все на свете. Нарушаю. Вот такая вот я. Не берите с меня пример. Ни в коем случае. Везде цветы высажены. Все ухожено очень. Чисто, конечно, очень. Даже, я сказала бы, не по-европейски чисто. В Европе грязнее. Хотя это тоже, считается, Европа. Но вот все-таки здесь чище. Не знаю, может быть, людей меньше, туристов. Хотя это очень туристическое место, где я сейчас хожу. Вон гостиница Рэддисон, бывшая гостиница Советская Латвия. Ее немножко сделали выше. На несколько этажей. Не знаю, может быть, десяток этажей пристроили. Тут когда-то был в конце этой аллеи памятник Ленина, который давным-давно, конечно, снесли. Это Липовая аллея. Здесь очень много лип. Вот пришла на остановку. А вот и троллейбус. Еду по улице Бриви-Бас, улице Свободы, бывшая улица Ленина. Но до того, как Латвию присоединили к Советскому Союзу, эта улица тоже называлась Бриви-Бас. Они просто вернули старое название. Вот такой вот троллейбус. На победу! Матрис и Иван. А вот здесь находится выставка «История ЧК» в Латвии. В этом здании находился КГБ в советское время. Художественный театр. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»